Друзья мои, всем привет! С вами Александр. И сегодня у нас такой бомбический урок, по крайней мере, я так думаю, аналогов которому я не встречал лично. Если вы что-нибудь видели, то дайте ссылки и посмотрим, и сравним. Значит, о чем пойдет речь в данном уроке? Сегодня мы с вами научимся создавать элементы управления для динамического рига автомобиля, даже как динамического и физического. Но как создавать простой динамический риг, основанный на физике, на эту тему уроков очень много, поэтому мы на этом останавливаться не будем. Единственное, вкратце вспомним, что у нас имеется корпус автомобиля, как основной элемент, имеются четыре колеса. Давайте вот раскроем. То есть, как это все сделать, тут уроки есть, поэтому я это повторяться не буду. На каждое колесо мы создаем мотор и создаем коннектор. У коннектора режим стоит автоамортизатор. Итак, по умолчанию у нас все настроено. Давайте запустим анимацию, просто посмотрим. Автомобиль стартанул и уезжает вдаль. С одной стороны, использование динамики всегда гораздо интереснее, чем делать ручной риг. Анимация выглядит более правдоподобной. Но в чем же заключаются основные неудобства данного рига? Ну, на мой взгляд, здесь есть два основных элемента. Ну, даже три. Первое, да, это неудобство управления автомобилем. Отсюда вытекает сложность анимации по определенной траектории. И третье, если даже автомобиль едет строго по прямой, давайте мы перейдем в вид сверху, надо камеру развернуть, то обратите внимание, несмотря на то, что все моторы и все коннекторы у нас настроены одинаково, при запуске анимации автомобиль так или иначе почему-то отклоняется в сторону от прямой линии. То есть, обратите внимание, как он уходит. Еще раз. Сейчас я его найду. То есть, вот у нас ось Z. И несмотря на то, что колеса, все стоит ровно, да, автомобиль отклоняется. Один из вариантов управления в данном случае показывал Михаил Юдин. Что он делал? Давайте посмотрим. То есть, мы выбираем коннекторы передних колес. Сразу два. Вот они. И здесь у нас есть такой параметр, как угол поворота. Давайте включим значок автозаписи. В первом ключе проставим ключ вручную, как всегда. Запустим анимацию. И, допустим, будем изменять данное значение. В данном случае, как вы видите, основным неудобством является то, что при изменении в режиме онлайн параметров угла поворота у нас останавливается анимация. Сейчас мы с вами будем создавать управление, которое полностью в корне решит эту проблему. Для начала давайте очистим анимацию. Нажимаем правой кнопкой мышки. Анимация. И удалить трек. Так, я пока это... Хотя нет, не буду сворачивать. Ладно, пусть так и остается. Для начала создадим дополнительную камеру. Так, я выберу корпус автомобиля. Обнулю координаты по осям X и Z. Выберу камеру. Для начала тоже обнулю у нее все координаты. Сейчас мы ее выровняем относительно автомобиля. Так, перейдем вид сбоку, наверное. Выбираем камеру. Поднимаем ее вверх. И разворачиваем на 180 градусов. В данном случае по оси H у нас получается. Отодвигаем назад. И делаем наклон слегка к переду. Так, ну я думаю, можно, наверное, еще чуть-чуть выше поднять. Перейдем в окно перспективы. Посмотрим. Да, в принципе, все нормально. Ну, такой режим у нас, как в играх. Ну, в частности, как в GTA, да? Так. И вручную можно немножко отрегулировать. Так. По H главное, чтобы тоже было 0. Да, ну, думаю, пойдет. Давайте сразу камеру подчиним дочерним объектам корпусу. На камеру накинем теги оснастки. И нас интересует тег защита. Заблокируем все параметры. Мы это делаем для того, чтобы случайно во время работы больше не сдвинуть камеру никуда в сторону. Вот если я сейчас запущу анимацию, давайте дважды щелкнем по камере, чтобы вот здесь вот был белый значок. Проиграем. То есть, теперь камера у нас двигается за автомобилем, и мы спокойно можем наблюдать его траекторию движения. Далее, давайте создадим два сплайна. Ну, то есть, для начала один. Это простой прямоугольник. Я его немножко сдвину в сторону. Так, задам высоту и ширину, у меня будет ровно 1000. Отлично. Зажатым контроллом продублирую его. Давайте переименую в контроллер. Чтобы не путаться. Отмасштабируем его. И починим дочерним объектом к основному прямоугольнику. Можно задать цвет. Давайте сделаем. Так, включено. Какие-нибудь контрастные цвета подберем. Очень хорошо. Теперь, также, прямоугольник мы закидываем дочерним объектом под корпус автомобиля. Далее, смотрите. У нас размеры основного прямоугольника 1000 на 1000. У контроллера, если мы посмотрим, локальные координаты у него находятся в системе. 0,00, что очень важно. И теперь, здесь у контроллера мы зададим также тег ограничения. Правой кнопкой мышки, оснастка. То есть, не ограничения, а защита. И нас интересует позиция. Выбираем ограничить. Выбираем. Значит, смещение у нас будет по оси Х и по оси Z. 500 в каждую сторону. Так, извиняюсь. Минимальная минус 500. И максимальная 500. То же самое по оси Z. Минус 500. И 500. Отлично. Вращение и размер у нас заблокировано. Давайте выберем инструмент перемещения и посмотрим. То есть, таким образом, у нас движения идут только по оси Х. Так. А, извиняюсь. Напортачил. Ось Z нам не нужна. Ось Z нам не нужна. Ось Z по нулям. По Y. Минус 500. И 500. То я думаю, что не так. Вот. Все. Вот теперь все отлично. Обнулим координаты. Опять-таки, если мы запустим анимацию, то у нас камера и данные контроллеры будут двигаться вместе с автомобилем. Очень хорошо. Давайте-ка я пока выйду из камеры и обращу ваше внимание на те параметры, управление для которых мы будем создавать. Значит, смотрите. Так, я выберу коннектор переднего правого колеса. И здесь нам надо будет работать с углом поворота. Давайте определимся, на сколько градусов у нас будет поворачиваться колесо. Ну, то есть, примерно это будет 30 градусов в одну сторону и 30 градусов в другую сторону. И также в настройке моторов меня больше всего будут интересовать эта максимальная скорость. Что ж, давайте продолжим. Создадим 0 объект. Накинем на него теги программирования. Выберем экспресса. Закидываем сюда контроллер. У него на выходе выставляем координаты. Позиция. Позиция Х. И еще раз. Координаты. Позиция. Позиция Х. Давайте расширим окно. Так. В Х-банке данных давайте через поиск найдем преобразователь диапазонов. Так. Вот у нас он есть. Закидываем его. И зажатым контроллом тащим вниз. Продублируем. Теперь давайте соединим позицию Х со входом верхнего преобразователя диапазонов. Так. Сейчас, минутку. А позицию Y с нижним. Очень хорошо. Теперь выбираем коннекторы передних колес. В данном случае у меня это коннектор. Давайте я сейчас экспресса опущу. Вот у меня коннектор 1. Он соответствует переднему правому колесу. И коннектор 2. Это переднее левое колесо. Закидываем их в экспресса. Так. Давайте тоже расширим окна. Выбираем коннектор 1. Зажимаем левой кнопкой мышки угол поворота. И перетаскиваем его вот на синий квадратик, который обозначает вход. То же самое делаем с коннектором 2. Также выбираем угол поворота и закидываем на вход. Теперь верхний преобразователь диапазонов соединяем с входами у коннекторов. Вот таким образом. Теперь нам осталось настроить сам преобразователь диапазонов. Нажимаем на него. Здесь первые две строчки оставляем по умолчанию. А выходной диапазон указываем в градусах. Минимальное значение ввода у нас будет соответствовать минус 500. То есть, это смещение контроллера, который мы с вами создали, по оси х и у. В данном случае мы пока работаем с осью х. Минус 500. Максимальное плюс 500. И значение выхода у нас в градусах. Минимальное значение у нас минус 30. Максимальное плюс 30. Отлично. Теперь давайте выберем все четыре мотора. Так, раз. Два. Три. Четыре. Немножко они у меня не по порядку, пронумерованы. И так же закидываем их в экспрессо. Выбираем. Так, вот у нас первый идет просто мотор. Нажимаю на мотор. И выбираю у него параметр. Скорость вращения. Закидываем на вход. Далее. Мотор один. Так, в самом низу у меня, да? То же самое. Закидываем на вход максимальную скорость вращения. Так, мотор два. Повторяем процедуру. И мотор три. То же самое. Обратите внимание, что скорость вращения так же измеряется в градусах. Нижний преобразователь диапазонов. Соединяем с входами максимальной скорости у моторов. Может с первого раза не цепляться. Так бы. Ничего страшного. Зажимаем левую кнопку мышки и тянем. До тех пор, пока линия не станет зеленой. И настраиваем преобразователь диапазонов. Опять-таки, верхние две строчки оставляем по умолчанию. Нижнюю. Добавляем градусы. Значит. Те же значения у нас. Минус 500. И 500. А вот минимальное значение входа. То есть скорость. Я оставлю ноль. А максимальную сделаю 4000. То есть при нуле машинка у меня будет полностью стоять. А при 4000 будет максимальная скорость. Так, ну что ж. Вроде бы все настроено. Отлично. Давайте перейдем в нашу камеру. Так, я, наверное, для удобства все лишнее сверну. Выберем камеру. Увеличим общее количество кадров. Да, кстати, обратите внимание, поскольку мы сейчас работаем с динамикой, то автомобиль у меня едет по объекту земля, на которую накинут тег динамики взаимодействия. То есть, чтобы автомобиль у вас не падал, да? Так, и давайте продолжим. Общее количество кадров, допустим, увеличим до 1000 для начала. Так, интер. И для того, чтобы у нас анимация записывалась в режиме онлайн, мы заходим в анимацию, выбираем капучино. Выбираем. Тут, в принципе, все можно оставить по умолчанию. Выбираем начать запись. Выбираем наш контроллер. И как только я сейчас его начну двигать, мы с вами поедем. Ну что ж, давайте пробовать. Так, маленький глюк. Все настроено верно. Единственное, только смотрите. Здесь, чтобы все работало, надо нажать вот на этот уголок. То есть, для того, чтобы мы анимировали сразу по двум осям. Видите, по оси Х и по оси У. И не отпускайте данный уголок до тех пор, пока не закончите анимацию. То есть, смотрите. Я сейчас зажму его левой кнопкой мышки, сделаю один сдвиг и начнется анимация. Так, давайте настроим капучино. Значит, я все сброшу на ноль. Начать запись. Выбираю данный уголок. Немножко сдвигаю его и мы едем. Поворачиваем в одну сторону. Смотрите. Когда я опускаюсь вниз, у нас сбрасывается скорость вверх. Мы можем видеть, что скорость возрастает. Поворот в одну сторону. Сбрасываем скорость в другую. Попробуем удержать диагональ. Давайте. Вот мы едем по диагонали клеток. Постараемся удержать ее. И о чем надо помнить. Чем выше у вас скорость, тем труднее вам будет на поворотах. Машинку может занести. Так, давайте теперь для наглядности еще более сделаем следующее. Я выйду из камеры. Создадим новый материал. Так, пусть будет такой коричневый. Так, накину его на землю. У земли увеличу масштаб, наверное, в сто раз. Так, сейчас посмотрим. Урок немного затягивается. Так, создадим объект куб. Просто для наглядности надо еще показать кое-что. Давайте мы его увеличим. Опять создадим новый материал. Накину его на куб. Так, и выберу объект клоун. Так, стоп. Субдивижн серфейс выбрал. Так, объект клоун. Раздвинем кубики. Так. Ну, я думаю, хватает. Все. Переходим в камеру двойным щелчком. И давайте попробуем проехаться между кубами. Так, я выберу контроллер. Обнулю у него значение. Выбираем начать запись. И, опять-таки, как только мы выберем синий уголок, начнется анимация. Я скину скорость. И поеду между ними. Так, осторожно. Вот, обратите внимание, что теперь я могу как бы контролировать траекторию. И самое главное, вы могли видеть, что мы работаем с вами в режиме реального времени, и при этом абсолютно нет задержки анимации, что очень удобно. Теперь давайте снова отключим данную камеру и попробуем посмотреть, как у нас все это записалось со стороны. То есть, по сути, мы с вами средствами Cinema 4D создали аналог плагина Craft Animation Studio. Конечно, надо будет с настройками еще где-то поработать, скажем так, но... Вот тут я в кубик врезался, да, не справился с управлением. Но согласитесь, что это уже выглядит хорошо. Так, теперь давайте-ка мы на этом остановимся. Если понравилось, палец вверх, не понравилось, палец вниз. С вами был Александр, всем пока!